Всем привет! Я Александр, а это мой сын Фёдор. Привет! Мы расскажем вам, как сделать популярный детский канал с нуля. И в этом видеоролике, коротком видеоролике, мы расскажем про пункт 1.3 – это регистрация в gmail.com. Обязательно вам необходима регистрация в сервисе Google, то есть gmail.com, получение почты, почтового адреса, почтового ящика, как угодно, да. И это будет основной ящик для всех ваших сервисов. Будь то Facebook, будь то ВКонтакте, будь то Одноклассники, все социальные сети, они привязываются к какому-то почтовому ящику. Более того, прежде чем заводить какой-то почтовый ящик, да, вы должны понимать, что он должен быть оформлен строго на вас, либо на ваш телефон. Что это значит? То есть телефон, который, номер телефона, на который вы будете регистрировать почтовый ящик, это должен быть ваш номер телефона, к которому там на ваше имя, на вашу фамилию, в случае утраты доступа к этому ящику, вы можете всегда остановить, потому что это очень и очень важно. Следующий момент, этот почтовый адрес должен быть легко произносим, то есть он должен быть, легко читаем, легко называем и проверить хороший у вас почтовый ящик или нет, или адрес, да, можно просто позвонить своему знакомому и попробуйте продиктовать его по телефону. И если он с первого раза запишет правильно, да, соответственно, значит, у вас правильно. Ну и, соответственно, сделайте такой неэлементарный пароль, который будет, скажем так, недоступен злоумышленникам, да. То есть сделайте его каким-то уникальным, да. Но при этом запишите всегда и пароль, и адрес где-то у себя не на компьютере, а где-то на листочке, пока вы его не запомните. Но лучше всего это запоминать и менять пароли. Как это выглядит? То есть, когда вы заходите, регистрируетесь в gmail.com, он дает вам доступ ко всем сервисам, то есть по одному адресу вы получаете все то, что есть у гугла. Это и поиск, почта, карта, ютуб, диск, фотографии, там, все-все-все. Это очень важно. То есть, если вы хотите начать свой канал, не создавайте никаких там mail.ru, яндекс.ru, создавайте только на gmail.com. И еще маленький лайфхак. Когда вы будете создавать, пишите имя, фамилию своего ребенка. И когда придумаете имя пользователя, смотрите, чтобы оно было легко читаемо. И очень важно, тут можно немножко схитрить, поставьте возраст своего ребенка на 10-20 лет больше. Потом это всегда можно поменять. Почему? Потому что в случае, если вы ставите там 6 лет, 7 лет ребенку, то очень может быть, что гугл не будет пускать ко всем сервисам, он будет просить разрешения родителей, он будет говорить, что этот контент пока закрыт для тебя, там, 5-10, то есть он очень следит за возрастным цензом. Поэтому некоторые функции могут быть обрезаны и поменять это в принципе можно, но гугл всегда будет понимать, что вы сначала поставили адрес ребенка. В запасной адрес электронной почты поставьте свой адрес. Опять же лучше всего это когда будет ваш. Почему? Потому что не доверяйте никому регистрировать за вас, разберитесь сами, если есть вопросы, задавайте их под этим видео, мы с радостью ответим и запишем дополнительное видео, как регистрироваться в сервисе гугл. Да? Соответственно, если вопросов нет, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всего доброго. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok